Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Не знаю, как вас, меня этот фельдфебельский оклик для детей старше 16 лет раздражает. Вот сегодня, не знаю, читали, не читали, из Санкт-Петербургской филармонии пришли известия. Там был концерт Рахманинова, вторая симфония, третий фортепианный концерт. Тоже маркировали для детей старше 16 лет. Не дай бог, кто мал от 16-ти услышит. Вот, так что, ну ладно, так, не удержался, не мог не сказать. У нас, как всегда, по понедельникам в гостях журнал «Форбс». Сегодня мой соведущий, заместитель главного редактора Эльмар Муртазаев. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, Эльмар. Добро пожаловать в нашу студию. И вы знаете, поскольку у нас «Форбс», собственно, это прежде всего, я думаю, бренд «Форбс» связан со списком крупнейших состояний, вот, поговорим, собственно, об этих состояниях, вернее, об их судьбе во времени. Что произойдет с крупнейшими российскими состояниями, с крупнейшими российскими миллиардерами, миллионерами, миллиардерами, олигархами в смысле наследования этих состояний? То есть вот журнал «Форбс» сейчас ведет проект «Наследники» относительно судеб крупнейших российских денежных состояний, да, Эльмар? Да, мы провели исследование, решили посмотреть, что происходит с крупнейшими состояниями российских миллиардеров, понять, кто их унаследует. И по итогам нашего исследования получили очень интересную картину. Мы не можем дать, что называется, полной картинке, потому что информацию наши богатые люди скрывают о своих семьях, о своих детях по понятным причинам, по причинам безопасности, прежде всего. Но та картина, которую мы получили, показывает очень интересную вещь. Большинство, подавляющее большинство наследников не готовы к собственному плаванию. Я имею в виду совершеннолетних наследников. Все они, за редким исключением, о которых мы с большим удовольствием написали, за редким исключением предпочитают работать со своими папами. Почему? Это долгий разговор, но главная причина, на мой взгляд, в том, что наши наследники не выросли и не готовы заменить своих родителей со всеми их связями и так далее. Ну, собственно, почему? Мы хотим поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это Александр Александрович Аузан, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот как раз в журнале вышло обширное интервью с Александром Александровичем. Вы знаете, вот что я хочу спросить? Ведь это же вопрос не только о наследовании состояния, это вообще о проектировании жизни общества, о неком проектном мышлении. Насколько можно, скажем, какой шаг проектирования в стране на 10 лет, на 20 лет или на целое поколение. И вот я всегда, когда говорю об экономической теории, об экономической истории России с нашими студентами, я сравниваю с Западом и говорю, смотрите, вот там Буденброки, там сага о форсайтах. Вот у нас что копнуть? Ну, горький только там, Артамоновый может быть. Артамоновый, но кроме Артамоновых, пожалуй, никого и не назвать. Вот возможно ли в России вот такое воспитание своих Буденброков? То есть некой семьи, которая поколение за поколением, кирпич на кирпич, строит вот это вот состояние. Ну, давайте так скажем. Это ведь не единственный вариант долгого взгляда, потому что, на мой взгляд, проблема такой межпоколенической связи в экономике, она связана с парадоксами института наследства. В частности, потому что наследство, которое, накапливаясь, представляет собой положительную систему в экономике, в момент перехода к поколению, которое вроде бы не своим трудом это все создавало, очень сильно дестимулирует. Вот есть такой парадокс. Теперь смотрите, насколько разные возможны решения. То, о чем вы говорите, это европейский вариант. Это старушка Европа, где работали ограничения, связанные с историей сословий, с тем, что на аристократию смотрят не только другие участники самого этого слоя, другие семьи, но средний класс ждет чего-то, какого-то поведения от аристократии, причем выдвигая довольно жесткие условия. Мы видим, как мучаются, скажем, королевские внуки в Англии. В Англии, или когда они отдыхают во Франции, или когда они служат в Афганистане. Вот это неважно. Внимание общественного мнения Соединенного Королевства и Европы сковывает их довольно жестко. Теперь, скажем, а у американцев как это устроено? Да по-другому устроено. И само наследование устроено по-другому, потому что там с молодых ногтей человека отпускают самостоятельное плавание, обрубая какие-то доходы. Давай карабкайся сам. Прежде чем получить наследство, докажи свою способность к этому. А есть и третий вариант. Но империи все-таки есть какие-то в Америке? Хилтоны те же посмотреть? Я ведь говорю о том, как достигается подготовленность людей к этому переходу. То есть пройти иерархию либо в фирме родительской, а еще лучше в неродительской фирме, для того, чтобы потом можно было это сделать. Напоминаю, модные нынче течения, которые и Гейтс, и Баффет активно начали, и я думаю, что у него есть будущее. Когда Баффет, по-моему, сказал замечательную фразу, представьте себе, что Олимпийскую сборную 2032 года собирает из детей победителя Олимпиады 2008 года. Это беда просто. Очевидным образом, эта сборная будет хуже, потому что у людей другие физические данные, другие устремления, другие интересы. Каждое поколение должно утверждать себя заново. Должно утверждать себя заново. И поэтому, скажем, Баффет, Гейтс и, я так понимаю, Владимир Потанин, представитель этого же направления, говорят, да, семье должно достаться имущество достаточное для нормальной жизни, но миллиарды могут уйти в крупные некоммерческие фонды для решения глобальных вопросов. Это тоже одна из схем. Александр Сергеевич, у меня был такой вопрос. Когда мы говорим о Западе, когда мы говорим о Европе или о США, я четко себе представляю картину, когда условный Хилтон или условный итальянский миллиардер представляет своих детей. Но, насколько я понимаю, да, вопрос, когда условный Потанин или Фридман говорит, что мое богатство достанется там сыну, дочери и так далее, общество не принимает его наследника еще потому, что на самом деле оно не принимает и его. Вопрос здесь же... Я согласен. Шире о легитимности капитала вообще, да. Может быть, легитимен сын, если не легитимен отец? Я бы сказал так. Мы проводили исследования несколько лет тому назад. Легитимность очень тонкая, очень сложная проблема. Обычно считается, что в России легитимными могут быть малые и средние состояния, а крупные нет. Это не совсем так. Выяснилось, что это зависит от поведения собственника, от того, насколько признаются некоторые социальные возможности этим бизнесом и прочее. То есть, грубо говоря, если собственник ведет себя в чем-то похоже на крупного советского директора, который заботился о образовании одних людей, о строительстве домов в детских садах и прочее, то он вроде бы как и принимается общественным мнением, как человек, способный быть, говоря теперь уже немецкими словами, капитаном индустрии. Так вот, поэтому легитимность, есть, конечно, такая проблема, тяжелая и очень важная для отношения бизнеса и власти, потому что нелегитимность бизнеса позволяет власти обращаться с бизнесом таким образом, объясняя, что если я сейчас отойду в сторону, тебя порвут как тузик грелку, поэтому играть надо по тем правилам, которые я, власть, тебе предлагаю. Нерешенность этой проблемы, конечно, важна. Думаю, что вообще трудно предсказывать, как будет происходить наследование, потому что мы понимаем, что у нас собственности и власть переплетены. И что наследуется-то? Вот интересный вопрос. Ведь унаследовать деньги в наших условиях явно недостаточно. Нужно унаследовать связи, политическое положение, персональный... Административный ресурс, то, что называется. Административный ресурс, да. Причем хочу заметить, что это проблема не только для тех, кого по ошибке продолжают называть олигархами, имея в виду крупное состояние 90-х годов. И это проблема для человека, который владеет булочной или бензоколонкой, стоит ровно так, что он по наследству должен передать связи с контролирующими органами, с муниципальными чиновниками и так далее. Ну да, там обычаи ходить в баню по субботам с прокурором и так далее. Ну а в какой мере вот этот административный ресурс ликвиден? Может ли он быть передан? Ведь смотрите, я думаю, вообще Институт аристократии, как он возник, он же из этого и состоит. Это передание по наследству некого статуса социального. Сергей, я хочу напомнить, что несколько лет тому назад Фурор произвела книга Норта Болиса и Вайнгаста про социальный порядок и насилие, да? Violence and Social Audis. Одна из идей была, что почему-то до сих пор считалось, что 25 стран процветающих – это правило, а 175 стран не очень процветающих – это исключение. На самом деле это два разных способа жить. И во всех 175 странах, вообще говоря, собственности власти гораздо сильнее переплетены, чем в 25 ведущих. И там происходит наследование того, что мы в русском языке называем административным ресурсом. Да, тем, что вместе в баню ходят или начинают ходить в один клуб, или там, не знаю, в перекрестные браки происходят и так далее, и так далее. Есть тысячи выработанных историй и способов поддержания вот таких более широких социальных, персонализированных свет. Ну да, или школы там высшие, там во Франции вот эта вот Эколи Суперьер, которая... Да. Вот можно еще один вопрос. Мы исследовали, разумеется, нашу сотню. То есть бизнесменов, айгархов, людей, так или иначе легализовавших свои состояния. Но интересная вещь в исследовании, которая, по понятным причинам мы... Это не предмет нашего исследования, но которую мы наблюдаем. Это то, что фактически в своих наследников пытаются вырастить уже и чиновники. Мы с интересом наблюдаем, как там министр, там дети, работающие во внешнеэкономбанках, Россельхозбанках и мелькающие друзья Путина и прочее, прочее, прочие фамилии друзей Путина. Все это известные истории. Так вот, вот в этом смысле. Вот я примерно понимаю, с чем столкнется Фридман, передавая свое наследство. Я примерно понимаю, с чем столкнется Потанин. А вот с чем столкнется Ковальчук, с чем столкнется... С чем столкнется... С чем, ну, с чиновники, которые передают детям. Что, какие проблемы? Они-то такие же. Вот секундочку. Конечно, есть различия между первой волной больших состояний, я имею в виду 90-е годы, и второй волной, я имею в виду годы нулевые. Но, на самом деле, первые недаром были названы олигархами, потому что переплетение с властью было. Просто оно было переплетением типа «деньги покупают власть». А у вторых тоже переплетение с властью, но другого типа. Власть захватывает деньги. Поэтому я бы не сказал, что тут какая-то такая принципиальная разница наступает, потому что и у тех, и у других есть проблема наследования как среды общения, контактов, так и активов. Они в несколько разных пропорциях организованы, но это ровно та же проблема. Ну да, две стороны одной медали, у нас они, да, неразрывные. Хочу сказать, что опять, если обращаться к мировым сравнениям. Знаете, экономический советник одного из азиатских президентов, не очень далекой от нашей страны, сказал мне, что у вас короткий горизонт правления, короткий горизонт мышления и у чиновников, и у бизнеса, потому что в отличие от нас, они не знают, как передать это детям, а у нас чиновник знает, что через 20 лет он должен передать кормовую территорию, если не сына, то племяннику. И он думает, как обустроить эту кормовую территорию, сына или племянника. Это тоже не очень далеко от нас. Я полагаю, что в России это действительно не так, потому что у нас нет клановых традиционных структур, которые эти вещи могли бы воспроизводить. Ну да, там типа не Дагестан, не Башкортостан, где, так сказать, люди сидят и держат. Да, у нас есть некоторые куски российской территории, где существуют эти клановые традиционные структуры, и где возможны такого рода способы передачи внутри более такого крупного объединения тех, кто... Ну да, но не на федеральном уровне. Не на федеральном. Вот как раз Виталик пишет с сайта, достаточно делать ротацию чиновников не реже раза в год, но власть не хочет. Но действительно, если бы у нас была сменяемость власти, никаких вопросов бы и не стояло, которые мы сейчас обсуждаем. Во-первых, ротации не реже раза в год, это, конечно, жестко, я бы сказал, потому что мы будем иметь страну, где люди непрерывно входят в дела, переставляют... Можно потерять компетенцию вместе с... Абсолютно, да, да. И это может приводить, между прочим, к укорачиванию горизонта, а не к уделенению, потому что люди будут стараться снять очень быструю ренту. Мы вообще таких временщиков знаем, которых сажают на губернаторство или на что-нибудь еще, или на министерство, и они понимают, что вот у него год, ну два. Создает ли это правильную мотивацию? Нет, не создает, если другие механизмы не действуют. Хорошо, ну вот вопрос такой, все-таки, как сейчас... Это я и Эльмара хочу спросить тоже, который занимался этим исследованием. Как сейчас настроена наша элита все-таки на воспроизводство вот этой вот среды, да, и кормовой среды, и среды связи? Потому что я вспоминаю нашумевший пару месяцев назад доклад Менченко, вот этот, Политбюро 2.0, который заканчивался несколько неожиданно таким выводом, о том, что задачей, стоящей на повестке дня нынешней элиты, является передача власти и собственности по наследству. То есть поделены там расписанные основные кланы, которые вокруг Путина там сформированы. Вот этот питерский клан, силовой клан, тот, все. Вот, все, сейчас кланы есть, значит, следующий шаг – это передача собственности и власти этими кланами по наследству. Насколько это актуально? Знаете, я заметил одну простую вещь, когда мы исследовали, что мы не стали на этом акцентировать внимание в журнале, но интересная вещь. Из тех 35 подробно нами исследованных наследников, да, там, действительно, 56, точнее, 35 членов списка, у подавляющего большинства наследников есть четко просматриваемые связи за рубежом на Западе. Предприятия, участие в каких-то клубах, очень многие из них хорошо интегрированы в западное сообщество. Это было бы хорошо, но в этом есть какой-то четкий подтекст, подтекст под названием «экстренный выход». Вот, вы знаете, у меня ощущение такое, что отправляя своих детей за рубеж на обучение, это, в принципе, же хорошая тенденция, да, то есть, как бы, люди получают связи, бэкграунд, знания, прекрасно. Но есть в этом очень четкий подтекст, в случае чего. Запасной парашют. Да, запасной парашют. И с этой точки зрения у меня нет уверенности в том, что, вот, по крайней мере, бизнес, часть элиты, готова, полностью готова к воспроизводству, да, к себя. Да, Александр Александрович. Я-то думаю, что здесь есть, во-первых, проблема экстренного выхода, во-вторых, проблема входа. В мировое сообщество. Потому что, одна из таких черт нелегитимности состоит в том, что никак не удается хорошо интегрироваться в мировое экономическое сообщество, по крайней мере, без серьезных дисконтов. Так вот, мне кажется, что короткий горизонт планирования, свойственный вообще нынешней России, свойственен и тому, что мы называем элитами. Хотя я не вполне уверен, что эти группы обладают всеми признаками элиты, потому что элиты все-таки должны обладать, например, такой характеристикой, как низкое избегание неопределенности. То есть они должны не бояться будущего, они должны видеть разные сценарии будущего. Может быть, они действительно делают разные сценарии на случай политических обрушений, изменения конкурентной ситуации. Вот раз и ушел на Запад. Хотя мы понимаем, что уход на Запад, мы можем проследить судьбу олигархов, которые ушли на Запад, они же в разы уменьшаются. В разы уменьшаются. Мы понимаем, что соединение денег со связями множило их капиталом, а там они превращаются в довольно-таки некрупных, при том, что вроде бы не утратили никаких своих личностных характеристик. Поэтому это, несомненно, не лучший сценарий из тех, которые разрабатывает нынешняя группа. Ну вот вы здесь сказали ключевое слово «не бояться будущего». Давайте сформулируем этот вопрос нашим слушателям. Так, готовы ли вы не бояться будущего? Готовы ли вы передать свое состояние, свой капитал, что у вас есть, своим наследникам? Работает ли для вас в России институт передачи наследства? 651099,6, код Москвы 495. Мы пока уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня мой соведущий Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала «Форбс». У нас в недельник, как всегда, работаем вместе с «Форбс». И наш сегодняшний гость Александр Александрович Аузан, завкафедра экономического факультета МГУ. Говорим мы об институте наследования, наследниках современной России. Причем наследники не только крупнейших российских состояний, о которых мы сегодня говорим, но и наследники, собственно, в более таком привычном, повседневном смысле. И в связи с этим, еще раз обращаю к нашим слушателям вопрос. 65, 10, 99, 6. Наш телефон студийный. Готовы ли вы передать свой капитал своим наследникам? Готовы ли вы оставить наследников? Или в России с нашим коротким горизонтом планирования это не имеет смысла делать? Оставлять наследство. Ильмар, да, ты хотел привести пример как раз Потанина, да? Да, очень интересная особенность. Вместе с Александром Соледовичем, который дал нам интервью в этом номере, колонку нам написал Потанин. Владимир Потанин. Владимир Алексеевич Потанин, глава НТРОСа, человек, один из немногих людей в России, который официально объявил о том, что будет с его богатством, что будет с его наследованием, его состоянием, как он ведет себя по отношению к наследникам. Так вот, интересная вещь. Он акцентировал внимание, опять же, на этой самой стратегии снижения рисков. То, что в стране, он четко отмечает, что стратегия по снижению рисков, то есть не рисковать, она характерна не только для элиты, но и для общества. В качестве такого примера он приводит тот случай, что резкий рост популярности авторитета госслужбы. То есть молодые люди, вместо того, чтобы рисковать, зарабатывать большие деньги, я не знаю, славу, ну что нормально для молодости, предпочитают низкорисковый, но надежный способ налоговой работы в налоговой инспекции или там в лучшем случае какой-нибудь корпорации. И это, то есть иными словами, когда мы говорим о снижении рисков, это такая общественная проблема, которая очень четко видна и в наследниках тоже. Они не хотят уходить из-под крыла папы. Ну да. Если вы себе позволите, Сергей, здесь мы, по-моему, подошли к очень важной точке, потому что, что меня действительно сильно интересует в последние годы, это то, что можно назвать социокультурными кодами экономики. Есть же, слава богу, за последние 40 лет накопились очень интересные данные кросс-культурных сопоставлений, которые по болт-вылесовой, по другим способам полевых обследований можно обсчитывать. Мы начинаем понимать, как развитие страны зависит, например, от таких характеристик, как уровень избегания неопределенности, дистанция власти, то есть обойтенность к власти как к тому, на что вы можете влиять или не можете влиять, уровень индивидуализма и так далее, и так далее. Так вот, одним из вариантов блокировки развития, торможения является сочетание высокой дистанции власти с высоким избеганием неопределенности. И мы это в России и наблюдаем. То есть, когда люди начинают опасаться будущего, все время бояться будущего, они, естественно, начинают держаться за статус-кво, потому что любой выбор вне статус-кво опасен. Говоря языком теперь нобелевские модные теории игр, они предпочитают так называемое максиминное или минимаксное поведение. То есть, вместо того, чтобы добиваться лучшего, они пытаются минимизировать ущербы. При таком поведении страна не разваливается, или, по крайней мере, она там выглядит более-менее устойчивой, но очень плохо развивается. И эта проблема действительно не верхов только. Она сквозная для России. То есть, это проблемы инновации, да, проблемы... Ну, да, здесь гораздо шире получается, чем просто ресурсная экономика, да, у нас здесь как бы ресурсное саммышление. То есть, ты держишься за ресурсы, и то, что вот вы говорите, как бы поддерживаешь свою кормовую территорию, не думая о том, чтобы осваивать новые, поскольку это чревато новыми рисками. Да, потому что, в принципе, нельзя сказать, что есть некоторый шаблон, к которому все должны стремиться. Вот я могу сказать по этим сравнениям, скажем, японцы и немцы сильно отличаются от американцев и китайцев. Американцы и китайцы склонны к неопределенности гораздо больше, чем японцы или немцы, и поэтому они способны делать долгосрочные сценарные планы. А немцы и японцы зато, при сравнительно низкой дистанции власти и при такой высокой достижительности, они прекрасно владеют механизмами краткосрочного, среднесрочного планирования, но у них разные способы движения в будущее, разные степени инновационности и экономик. При обладании у одних индустриальных форм успешных, у других более таких поисковых и рисковых, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, могут быть разные модели движения в будущее. Но вот избегание неопределенности это не движение в будущее. И там, и там, я думаю, и у немцев, и у японцев очень сильные корпоративные структуры, да? Наверное, потому что вот эти вот большие структуры, они-то как раз позволяют минимизировать риск. Это проблема, я бы сказал, курицы и яйца. Мы не очень понимаем, то ли социокультурные характеристики людей позволяют делать успешные крупные структуры, и не очень позволяют делать успешные, скажем, стартапы. То ли, наоборот, эти привычные институты отпечатываются в мозгах людей в виде характеристик. Вот это хорошо, это плохо, а в другой стране несколько по-иному. Но, скажите, я одного понять не могу. Применимо к России. Вот эти люди, да, вот эти люди из списка 100 богатейших людей России. Ведь подавляющее большинство, ну, все они, да, они в 90-е годы из ничего создали свои состояния. Вот это классическая история риска, классическая история успешного риска. И вдруг на фоне их дети ведут себя, нисколько не сообразуясь с опытом своих родителей. Хочу сказать, что вот эта классическая история, это не только классическая история риска. Потому что те характеристики, которые имеет российское население, мы проводили такое исследование в 2011 году, мы посмотрели, я возглавлял тогда консультативную группу президента в комиссии по модернизации, мы провели сравнительные исследования, как ведут себя россияне, наши соотечественники в инновационном секторе, мы брали Петербург, брали Германию, Берлин, Северный Рим, Мистфалии, брали США, Мэриленд и Нью-Джерси. Вы знаете, что получилось? Получилось, что у наших соотечественников вообще есть высокая склонность к креативности и конфликтному индивидуализму. То есть люди легко идут на реализацию совершенно неожиданных идей, при этом могут двигаться в одиночку, не очень сочетаются с другими, вследствие этого они хорошо делают карьеры в малых инновационных предприятиях на Западе и очень плохо вписываются и делают карьеры в больших корпорациях. Это когда растает до вице-президента. Поэтому я хочу сказать, то, что продемонстрировали наши олигархи в начале 90-х, тоже свойствует не только вот этого слоя. Потому что, почему у нас, я часто повторяю, почему у нас очень трудно защиту интеллектуальной собственности обеспечить? Потому что наш человек говорит, а, тоже, я буду ему 17,5 лет по патенту что-то платить. Да я сам на кухне вчера придумал две такие штуки. При высокой креативности очень трудно строить некоторые институты такие как бы соблюдения правил и торможения идей. У нас быстрые идеи, в этом смысле быстрый взлет, совершенно не означает, что дальше люди избегают риска. Нет, они готовы... Быстро загораются и быстро сгорают. Да, да. Поэтому... Я вот Эльмару отвечу. Мне кажется, что здесь разница в том, что в 90-е годы им было нечем рисковать, ну, кроме, как правило, собственной жизни, в условиях создания этих капиталов. Да. Но, грубо говоря, они рисковали своими цепями. Да, пролетариату того времени, интеллектуальному пролетариату, было нечего терять, кроме своих цепей. Сейчас уже они теряют миллиарды, статусы и, собственно, инвестиции на Западе и так далее. То есть, другая среда риска, другие ставки риска. Потом риск бывает разный. Я хочу напомнить, что русская рулетка, выражение про высокий риск. И когда наши с вами соотечественники сразу после цунами в Таиланде были готовы ехать туда отдыхать, когда все не были к этому готовы и отталкивались. Вот это... Это что? Это высокая склонность к риску или это готовность играть в лотерею? Это немножко разные вещи. А что это, по-вашему? Это, экономически говоря, это высокая склонность к риску. Но это лотерея. И я хочу напомнить, между прочим, что думаю, что в начале 90-х они рисковали больше, потому что количество людей, лежащих на кладбище, из этой игры в большие деньги, еще ждет своих оценщиков. Думаю, что их очень много. Это была игра в русскую рулетку, где могу предположить, что 7 человек из 10 легли на кладбище или исчезли неизвестные. Ну, 90-е годы позади. У нас уже состоялся некий этап первичного накопления капитала. И хочу спросить наших слушателей, а есть ли сейчас в России смысл оставлять наследство, передавать свое дело по наследству? 65, 10, 99 и 6. Есть ли в России смысл передавать свое дело по наследству? Ну, и вот глядя на нынешнюю российскую элиту, большинство, Эльмар, работает в отцовских компаниях, да? Да, в основном дети предпочитают понятные для них пути. Они устраиваются, они приходят в компании своих родителей, в прямые дочерние компании. Многие просто работают в компаниях руководителями, посредством руководителями, в них являются там их родители. И карьеру они совершают, опять же, в рамках предприятий своих родителей. Ситуация, которая была, на самом деле, несколько удивительна, потому что мы решили сравнить это с тем, что происходит в США и в Европе. Такой привязанности к предприятиям своих родителей нет там нигде. То есть, рано или поздно можно предположить, что дети европейских миллиардеров могут оказаться и унаследуют капиталы своих родителей. Но чтобы до такой степени, когда человек собственно работает в компании, это край большая редкость. Там такое не встречается. У меня еще один вопрос, Александр Савельевич. Знаете, в ходе работы над этим исследованием мы разговаривали с несколькими участниками списка, и когда мы спрашивали, почему так много их детей живет и работает на Западе, в их дочерних предприятиях за рубежом, мы неоднократно слышали такой ответ. Я пережил очень сложные здесь вещи. Я не хочу такого будущего своему ребенку. То есть, иными словами, он говорит, говоря, что я здесь добился многого, я здесь многим жертвовал, но я не хочу такой судьбы своему ребенку. То есть, по сути, это же тоже частный случай того, когда говорит, что я не буду передавать, ну, как бы, я не передаю эту страну, я не передаю ответственность за нее. Вы имеете в виду, когда они работают на Западе в каких-то... Да, в каких-то структурах. То есть, это такая эвакуация детей. Да, да, да. Он говорит, причем объясняет, я не хочу, чтобы мой сын испытал все те же проблемы, все те же испытания перенес, как я. Теперь интересно все-таки узнать, куда он денет свои активы. Ну, я думаю, что механизмы... Ну, да, механизмы вывода активов достаточно интересны, достаточно проработаны. И все-таки, я хочу наших слушателей узнать, а вы готовы свои активы здесь оставить и, собственно говоря, передать их своим детям? Вот тем, у кого есть какие-то серьезные бизнес-активы, ну, может быть, более-менее серьезные, из наших слушателей. Готовы ли вы их передать своим детям здесь? Или вы только рассматриваете способы их какого-то вывода на Запад и не видите возможности такого долгосрочного бизнес-планирования в рамках вашей семьи? 65, 10, 99, и 6. Скажите нам, готовы ли вы свои активы передать своим детям или собираетесь их как-то, каким-то образом выводить из страны? Ну, я хотел вот еще что спросить. Собственно, мы выходим на очень большую тему, на тему легитимности всей собственности. Собственно, по прошествии, вот я не знаю, двух десятилетий произошла ли легитимизация крупных состояний, произошла ли легитимизация крупных капиталов или по-прежнему она в значительной степени условна, как мы видим, скажем, я не знаю, там сделаем там Бату, Лужко, Лужкову-Батуриной, не говоря уж о деле ЮКОСа. Я бы сказал, что тут существуют довольно разные точки зрения по поводу того, происходит ли легитимизация собственности с течением времени. Я хочу напомнить, что я, пожалуй, не знаю таких реформ собственности, может быть, ввиду ограниченности своих познаний, которые давали бы предсказуемый результат и справедливость, понимание справедливости распределения собственности, не уверен, что это возможно сделать. Поэтому приватизация, наша приватизация с начала 90-х, она, конечно, делалась по противоречивым правилам, с нарушением равного доступа, с явным попыткой передать своим, уж не знаю, по каким мотивам, может быть, для того, чтобы не пустить, например, крупные западные капиталы к полной скупке страны, или для того, чтобы укрепить политическую власть определенной группой, и так далее, и так далее. Но думаю, что если бы даже приватизация была осуществлена по-другому, все равно вопрос о легитимности состояния возник бы. Доказательством того, что все-таки легитимизация с течением времени сама собой не происходит, является то, что примерно каждые пять лет у нас возобновляется вопрос о Winful Tax Law, о возможности принятия законодательства, чтобы те, кто получил собственность за даром, теперь заплатил за ту собственность, которую он получил. Причем мы знаем, что некоторые страны, скажем, Украина пыталась реализовать эту вещь. Я бы не приводил в пример Англию, потому что там была несколько иная ситуация с приватизацией налогообложения, с переходом от либористов к консерваторам и обратно, и так далее, и так далее. Поэтому, да, проблема легитимности по-прежнему существует. Может ли она быть реализована, например, путем такого компенсационного законодательства, зависит, к сожалению, от ряда других условий. Например, можно, конечно, обложить налогом и забрать деньги в бюджет. Будут ли граждане страны воспринимать расплату с бюджетом как расплату с населением? Вот вопрос. Потому что здесь начинает включаться следующий этап. Воспринимаем ли мы государство как свое государство или мы считаем, что бюджет там, а мы здесь. Ну, а как тогда удовлетворить социальную справедливость? Что, как с ваучерами, что ли, раздать всем по кусочку советской собственности? Видите ли? Тут могут быть очень разные варианты, потому что есть, например, больные проблемы, связанные с... которые периодически всплывают до инстанции, вплоть до европейского суда. проблемы с вкладами Сбербанка, с неиндексированными советскими, постсоветскими облигациями и так далее, и так далее. Я вполне допускаю, что что-то можно было реализовать путем такой народной приватизации, участия в акциях. что-то путем изменения социальной политики, вот этих крупных состояний, того, чтобы они формировали крупные некоммерческие фонды и, как бы сказать, вперед того, что от них потребует налог. Ведь очень популярная позиция «Мы платим налоги отойдите все», в которую ткнулось требование, требование, скажем, социальных обязательств бизнеса. На самом деле была катастрофически лукавая, потому что она возникла ровно тогда, когда совершенно очевидно, что налоги платили далеко не все, далеко не так и так далее, и так далее. А в итоге это привело к нынешней схеме, когда одной рукой государство занимает налоги, а другой рукой тоже государство в лице своих регуляторов говорит, так, а еще вот туда в детский сад положись, а вот тут ты нам спортивный стадион поставишь. Причем, на мой взгляд, это не снимает проблему легитимности, потому что в глазах населения кто это делает-то все? Если даже заплатил богатый дядя Петя, кто это сделал? Государство, он огнул его. Это мэр сделал, или там федеральный чиновник и так далее, и так далее, поэтому не решает. Поэтому мне кажется, что тут очень механизмы в принципе могут быть разные. и налога, связанного с активами, с дешевыми активами, которые принесли огромное состояние, и акции, которые покрыли бы некоторые жертвы и потери населения конца 80-х, начала 90-х, и механизмы прозрачности, и отделения социальных фондов от прямого управления корпорацией обязательными взносами туда. То есть все это могло бы частично помочь легитимизировать? Надо пробовать, и это дало бы... Для меня очевидно, что попытка просто конфисковать и перераспределить воспроизведет проблему. Шариковская. Взять все и поделить. Мы будем просто гонять шарик под скатертью, и вряд ли получим лишение. Только я бы хотел обратить внимание, что вот ровно сегодня была официально публично подтверждена информация о сделке по покупке Роснефтью, покупке Роснефтью ТНК-БП. Ровно сегодня несколько членов списка Форбс, ну, это произойдет, может быть, не сразу, но ровно сегодня стало понятно, что они продадут за очень большие деньги, сумма порядка, о десятках миллиардов долларов, продадут свою долю в компании ТНК. по сути, вот та самая приватизация ТНК не была в залоговых аукционах, она появилась позже, да, там приобретали Альфис, но тем не менее, это те самые льхи 90-х. Вот сегодня, по сути, государство фактически сказала, Роснефтью государственная компания, сделка одобрена государством. Сегодня Владимир Владимирович Путин принимал доклад Сечин. Вот сегодня государство сказала, та приватизация 90-х была проведена справедливо, по сути, косвенно, купив эту компанию за огромные деньги, признав, вот, по сути, государство признает это, да, признает ту самую приватизацию, признает. Я бы сказал де-факто. Де-факто. Де-факто признает. Ну, собственно, да, вот здесь это опять-таки можно связать с темой нашей передачи, передачи, собственно, о легитимности собственности и о передаче собственности активов по наследству. То есть, если государство выступает в качестве такого доминирующего игрока, который в любой момент может села, выемли, или более рыночным методом эту собственность отнять, то о какой, собственно, передаче может идти речь. Продолжим наши разговоры после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». У нас сегодня с Алимаром Уртазаевым, мой соведущий, главный редактор журнала «Форбс». У нас в гостях Александр Александрович Аузан, заведующий кафедры экономического факультета МГУ. Говорим мы о наследовании крупных капиталов в России. Ну, собственно, вообще о долгосрочном планировании, о наследовании слушать или услышать ответ на вопрос, а есть ли смысл в России создавать семейный бизнес, передавать бизнес по наследству? Видите ли вы для себя, скажем, такую возможность? Готовы ли вы подготовить своих наследников в качестве ваших продолжателей вашего семейного дела? 65, 10, 99 и 6. Ну вот, говоря о детях нашей новой номенклатуры, нашей новой аристократии. А, кстати, вот вопрос аристократии. Можно ли ставить в нынешних российских условиях, что вот эти вот дети олигархов, которые сейчас работают в министерствах, и наоборот, дети ведущих госчиновников, которые занимают посты вице-президентов в госкомпаниях, они являются неким аналогом новой российской аристократии? Я сомневаюсь. Мне кажется, это неверное применение термина, потому что аристократия предполагает ведь не только то, что что-то, какие-то полномочия и положения в обществе переходят по наследству. Аристократия предполагает, что существует институты, которые поддерживают поведение в этой рамке. Я хочу напомнить, как в период революции в XVIII веке, после Великой Французской революции, была революция на Гаеке, и Туссен-Лувертюр себя провозгласил императором, а своим друзьям, бывшим рабам, которые все захватили, раздал титулы графов, князей, и так далее, и так далее. Возникло ли при этом правление, связанное с аристократией? Да нет. Гаити снова погрузился в кровавый кошмар, и, по-моему, до сих пор не может из него выйти, в известном смысле. Возникло ли аристократии из того, что более известный, чем Туссен-Лувертюр, человек, Наполеон Бонапарт. Да, он несколько королевских династий в Европе создал, но из своих маршалов сформировать аристократию по существу не смог, потому что аристократия, повторяю, это не способ передать по наследству, а способ поддерживать определенные достаточно жесткие правила жизни, когда тот слой, который несет ответственность, он эту ответственность реализует по отношению к тем, кто внизу, тем, кто вверху, ограничивает монарха, что довольно важно, имеет определенные правила конкуренции с другими группами, вот этих признаков я откровенно сказать не вижу в наших условиях, и не вижу, откуда они могут взяться, мы все-таки совсем не традиционное общество. Хорошо, но не аристократия, но элита, это является способом воспроизводства элиты нашей? Давайте уточним дефиницию, что мы имеем в виду под элитой, потому что я бы сказал просто, что под элитами скорее всего надо иметь в виду те группы, я предпочитаю слово доминирующие группы, потому что элита звучит слишком ну да, ну по граммше, как это, вертикально организованные по отношению к обществу. Вот я бы сказал, что все-таки эти группы, они должны обладать минимум двумя признаками, они должны обладать некоторой самостоятельностью и способностью вести за собой других, поэтому для меня очень сложный вопрос, имеем ли мы такие группы, потому что мы часто имеем эти признаки разнесенными, я бы сказал, те, кто держит в руках рычаги, они не имеют не только представления, но и желание везти куда-нибудь и наоборот. Поэтому, мне кажется, мы находимся в своего рода социокультурном кризисе, который решаться должен разными способами, в частности, он должен решаться университетами, потому что в 1930 году Артега и Гассет написал работу миссии университетов, где сказал, что вообще главная миссия университетов это формирование культуры, от которой зависит управление страной. Научные исследования, специальные знания, это, как ни странно, вторично для жизни общества, а вот формирование культуры, того, что мы бы сейчас сказали характеристик элит, вот это очень важно, поэтому я полагаю, что мы в своего рода таком социокультурном кризисе, который связан вот с этими эффектами блокировки, боязни в будущем, максиминной игрой и так далее, и так далее, но поскольку в возрасте 18-25 лет, ровно в студенческом возрасте, происходит социализация и формирование новых ценностей поведенческих установок, то мы способны это потихонечку сдвинуть. Я, скажем, вижу, как мой родной экономический факультет МГУ формировал все 70 лет своей жизнью, он формировал элиты и в СССР, и в постсоветское время, и в левое правительство, и правое правительство, и такие сети, и оппозиции, и правящие группы, они происходили во многом, причем не только в России, но и в соседних странах. Собственно, и высшая школа экономики тоже вышла из экономии. Совершенно верно. Поэтому мы продолжаем производить вот эти вот кандидатов в доминирующие группы. Вопрос, с какими характеристиками мы их производим. Вопрос, с какими характеристиками высшей школы экономики формирует и я имею ввиду здесь не знаменитые компетенции, а именно характеристиками культурные, которые позволяют этим людям быть или не быть элитами, то есть теми группами, которые ведут страну к определенным целям и результатам. Они удерживают статус-кво в лавировании вокруг существующих властных структур. 65, 10, 99 и 6. Есть ли смысл в России создавать семейный бизнес? Готовы ли вы передать свой бизнес наследникам? 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 4, 9, 5. Ну вот остановимся на этом разговоре об элитах. А вот смотрите, фактически же получается тупик сейчас, вот это то, что у вас в Форбсе тоже писали. Если люди, которые, ну действительно, рисковали всем, рисковали жизнью, создавали вот эти вот капиталы, состояния, они заработали вот эту вот территорию для себя, а передать-то некому, то есть фактически они, то есть их несамостоятельные дети сейчас работают менеджерами корпорации, госчиновниками, половины одной ногой они стоят на западе, эти дети, а собственно, да, как в том анекдоте про старого еврея, кто в лавке останется? Вот, и как нам вот с этой вот коллизией быть? Знаете, у меня ощущение, четкое ощущение еще из бесед с членами нашего списка, что главная проблема формулируется в том, что каждый из них понимает и не передает свое наследство в таком, ну, очень четко не передает свое наследство, потому что очень высок уровень внешних угроз. То есть, иными словами, эти угрозы, то есть, как в одном случае, как в случае сегодня с группой Альфа, можно выйти успешно в кэш, да? В другом случае, как в случае с рыболовлем, мы в первый раз заметим. Да, да, это мастерство, да? Можно, как в случае с рыболовлем выйти в кэш, но еще испытав при этом массу разных эмоций. Можно, как в случае с Ходорковским, и в кэшни выйти? Ну да, да, вот здесь правильно. 65, 10, 99, 6. Позвоните нам и скажите, есть ли смысл в России создавать семейный бизнес, передавать свой бизнес наследникам? Вопрос у Аркадия. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос Александру Александровичу. Да. Он немножко отличается от того, что вы спрашиваете. Задавайте, да, Аркадий. Если бы сейчас вот в России появился Конфуций, то с какими бы речами уходил по нашим олигархам? О чем бы он вообще им рассказывал? Понятно. Я бы сказал, что Конфуций сейчас оказался бы очень к месту, потому что мы понимаем, что как раз этот великий философ Кунзи, он хорошо работал в ситуации, когда именно государственные чиновники держали основные рычаги, и вопрос был в том, какие люди, какие качества развивают себе эти люди. Будут ли они рисовать картины, понимать искусство, чувствовать прекрасное, обладать чувством меры и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, моделируя ситуацию, что в наших условиях, думаю, Конфуций повторил бы свои речи, сказанные тысячи лет тому назад, обращаясь именно к государственным чиновникам, держащим в руках экономические рычаги. Но, если позволите, я бы попробовал ответить на ваше замечание по поводу того, что мы в тупиковой ситуации. А почему в тупиковой? Я полагаю, что вариант Потанина, Баффета, Гейтса, Сороса и так далее, заметьте, это мировой вариант, который формируется как некая новая альтернатива выхода. А он совсем неплох, когда результат вот этого индивидуального рывка потом из капиталов превращается в очень мощные некоммерческие фонды, решающие некоторые очень долгосрочные задачи человечества, вроде рака, спида и так далее, и так далее. А дети, вот вам приличные стартовые площадки, и начинайте где хотите. Хотите, начинайте в Европе или Америке, хотите в России. Поэтому мне этот вариант для наших условий кажется тем более неплохим, что мы не имеем такой плотной традиционной среды, как азиатские страны. Ну да. Или таких отчетливо либеральных, непатерналистских представлений воспитания детей, как в Америке. 65, 10, 99 и 6. Готовы ли вы создавать семейный бизнес и передавать его наследникам? Александр, слушаем вас. Здравствуйте. У меня небольшой бизнес. Я, конечно, эгоистически работаю для того, чтобы передать его своим детям. Но я знаю пословицу, которая существует практически во всех народах. Из грязи в грязь за три поколения. Поэтому, я думаю, мы также будем двигаться и в России. И суть не в том, что передать. А главное, я думаю, придут менеджеры, которые будут нормально управлять, и будет развиваться так называемый семейный офис, который решит эту проблему по-другому. Отлично. Спасибо. Понятно. Спасибо. Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы провести небольшую аналогию, может быть, к сегодняшней теме. Это наследование власти и то же самое, что и наследование денежных средств, активов. Да. Система выборов, которая есть у нас сейчас, не дает возможности передать всю наследственную власть. К примеру, президент, но его команда, к примеру, соответственно, выжидает и, соответственно, волнения. Есть ли, как вы думаете, по вашему мнению, взаимосвязь в данном случае? Если бы был бы, например, монархический стройец. Ну да. Такой вопрос. Ну да. Романов, рубль. Ну понятно, да, Сергей. Спасибо. Во-первых, я хочу заметить, что президентская республика на самом деле не очень препятствует передаче власти по наследству. Я могу назвать несколько, опять, не очень далеких от нас стран, где такая передача власти произошла. И я имею в виду не Северную Корею, которую все время склоняют, а, например, Азербайджан. Я понимаю, что это был там очень непростой процесс. Я, видимо, что-то подобное, похожее, произошло в Туркменистане, поэтому вообще необязательно объявлять монархию для того, чтобы быть монархией. Америка с бушами. Да, существуют некоторые наследственные правительские семьи. Де-факто, да. Да, поэтому... Клан Кеннеди, опять же. Дело-то в том, что признаком монархии, мне кажется, является не просто провозглашение наследственной власти, а наличие двора, который формирует в большей степени, чем парламент, способы жить. И в этом смысле мы гораздо более монархические страны, чем принято считать. 65, 10, 99 и 6. Есть ли смысл в России создавать семейный бизнес? Есть ли смысл отдавать бизнес наследнику? Елена. Здравствуйте. У меня очень затронула речь вашего собеседника о элите, которую университет воспитывает. Как раз у меня муж закончил с красным дипломом Нехмат МГУ в свое время. Создал свой бизнес. Вот индивидуальность такая вырвавшаяся. В результате сейчас у нас сын 17 лет. Он, муж мой, уехал. Эмигрировал? Нет, не эмигрировал, но фактически живет не здесь. И бизнес у него уже не здесь. Именно потому, что здесь такие условия, что, что бы ты ни сделал, у тебя все отберут. Или, ну, препоны ставят, это уже понятно. Вот. И в том числе и сын, который сейчас доучивается, как бы здесь. И МГУ закончит и тоже уедет за ним. Вот и все. Понятно. И о чем здесь можно говорить в этой стране? Я бы сказал, что говорить тогда можно о том, что мы теперь с течением обстоятельств начинаем формировать элиты не российские, о Германии, Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и так далее. Я не знаю, хорошо ли это, но явно наши труды не пропадают безвозвратно. Но возврат возвращается ли это в Россию? Это интересный вопрос. Я помню, что в начале 2000-х годов среди топ-менеджеров, клуб 2015 пропагандировал эти программы, было такое движение Russians Go Home. Причем были даже люди из первой сотни Гарварда русские, которые возвращались. Был специальный сайт, который объяснял, как пересчитывать условия жизни в Европе и Америке на российские условия жизни. И поэтому такие движения, на мой взгляд, туда и обратно, они, в общем, продолжают оставаться возможными. Десять лет назад, да, это было так. Ну, так сказать, я не из первой сотни Гарварда, но он тоже под этот тренд попал. И, в общем, мы не раз здесь сделали передачи. Вот, скажем, с Ашурковым мы тоже здесь говорили. Он тоже человек, в общем-то. Я почему, Сергей, сейчас условия, конечно, не такие, сейчас сальдо, конечно, отрицательные, а не положительные. Но сам пример и ваш тоже показывает, что вообще движение возможно в разные стороны. Движение двустороннее. Да, Эльмар. Вот интересная вещь из выступления на предыдущей нашей позвонившей женщине. Я хотел отметить, смотрите, удивительная вещь. За последние, там, десять лет номинальные доходы выросли, по-моему, в пять раз. Сейчас, значит, если пересчитывать, там, Ф3, в зависимости от методики. Но характерно, что в каждой из этих лет общество пребывает в твердой уверенности, что завтра будет хуже. Это такое эсходологическое мышление, которое никак, на мой взгляд, не способствует формированию улиты. Общество становится богаче, общество становится образованнее. Мы преодолеваем некую демографическую проблему, ну, по крайней мере, да, есть некие положительные признаки. Общество этого не видит, потому что оно уверено, что завтра будет хуже. И я хочу сказать, что вряд ли его можно убедить пассами или, там, гипнозом. Потому что, на самом деле, мне кажется, повторяю, что здесь трудно определить, где курица, где яйцо. Состояние наших институтов, которое плохое по целому ряду индексов, мы видим отрицательную динамику. И то, что происходит в мозгах, это самоподдерживающиеся такие процессы. Потому что, если люди понимают, что правила их не защищают, что не работает то, не работает это, то, конечно, они начинают прижиматься близко там к своим, к действующей власти и так далее, и так далее. Потому что людям свойственно искать некоторые точки опоры. И опасаться того, что при неизбежном изменении в будущем будут потери. Поэтому я бы сказал, что мне кажется, что эта вещь лечится двумя способами. С одной стороны, надо институциональную среду все-таки пытаться улучшать. А это дело не быстро. Некоторые институты строятся быстро, а некоторые совсем не быстро. А с другой стороны, надо понимать, что это еще и вопрос культуры, то есть гораздо более сильных неформальных институтов. Это был Александр Аузан, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ. И, как верно, мой соведущий Эльмар Муртазаев сказал вопрос здесь, собственно, об эсхатологии России. О неком таком катастрофическом эсхатологическом мышлении. Вопрос о том, почему люди не торопятся передавать бизнес наследникам. Почему вообще сам вопрос наследования не стоит в России? Почему у нас так мало своих, практически нет своих Буденброков и форсайтов? То есть это вопрос о легитимности собственности, вопрос об устойчивости вообще базовых институтов, общества, конвенций, которыми мы живем. Ну и даже вопрос об устойчивости политической власти, уверенности политической ситуации в стране. Ну что ж, вот в этой атмосфере такой высокого риска, я думаю, мы закончим наш сегодняшний эфир. Поблагодарим нашего гостя Александра Александровича Узана. За пультом был Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.